всем привет сегодня наверное одно из самых серьезных роликов видео обзоров потому что я к этому обзору решил подготовиться тема потому что для большинства людей абсолютно неизвестно кому-то понравится кому-то нет но тем кто любит мехов роботов понравится и наверное даже для себя что-то новое узнают они потому что я так вообще кроме ассоциации с этим роботом я его видел не раз уже конечно но я никогда ничего про это не знал как вот думал своеобразно там просто робот и ничего такого и так на обзоре набор из 12 фигурок это вот гасипоны гашапон гачапон капсульные такие игрушки они поставляются в яйцах пластиковых для торговых автоматов по вселенной sf3d она же машин крегер крегер с немецким уклоном с немецким названием как бы все это идет потому что автора видно была большая любовь к немцам и как у многих японцев после второй мировой к немцам они неравнодушны будучи их партнерами во вторую мировую войну и так в данном случае имеется набор из трех фигурок AFS, S, AFS и Snake Eye они вот тут цветовая гамма стандартная просто и вот тут есть что их четыре цвета в итоге имеется 12 моделей каждой модели по четыре цвета это вот рекламная брошюрка идет вместе с мешком яиц причем ну как видите тут нарисованы там и там можно поставить как бы на яйцо также в этом обзоре я покажу соберу одну фигурку и пока буду ее собирать я попробую вам рассказать всю эту историю она не очень большая на самом деле я сделал тут оказывается на русском языке по ней информации особой нету во всяком случае гугл мне ничего такого не сказал википедия на английском но распечатывать на английском чтобы пытаться достать это доходно понятно рассказать это довольно муторно потому что некоторых словах ты можешь просто затыкаться не в силах красивый оборот перевести в голове быстро поэтому я потратил какое-то время и с английского языка перевел на русский и честно говоря местами там я не очень понял психологии истории потому что есть моменты которые мне непонятно зачем это было сделано нестыковки как во всех вот фильмах современных в большинстве ты не понимаешь зачем герой делает это потому что это абсолютно нелогично но если бы он этого не сделал то и фильма бы не было в общем создание проблемы из ничего и также я сделал распечатку такой краткой какой-то переработки на русском языке но честно говоря после английской скорее всего в ней смысла никакого хотя есть пара моментов которые можно будет озвучить ладно не буду затягивать вот это вот рекламка этого набора видите дальше модели у меня вот уже в кучу сложены они поставляются вот в таких яйцах с официальной наклейкой 35 гача нэн от фирмы кайо до видите да надеюсь давайте-ка поярче сделаю если будет засветка потом уберу поменьше вот отверстие куда возможно можно вставлять фигурку но я в принципе соберу и посмотрю имеет ли смысл не имеет вместе с фигурками отправлять яйца потому что ну не всем они нужны на самом деле все яйца уже вскрыты фигурки раскинуты по мешкам что потом можно было легко находить так вот еще один скотч и еще один скотч в общем яйцо закрыто тремя скотчами ну и кстати это последнее яйцо которое не вскрыто сейчас я вскрою покажу даже как это все выглядит сейчас так вот пониже я люблю мех мне нравятся мехи мне нравятся роботы мне нравятся эти все миры гандамы макросы хотя макрос там больше на музыке чего-то сделано яйцо фигурка вот она в пакетике но я покажу другие потом бумажка инструкция по сбору их три то есть учитывая что фигурок три типа то и бумажек три к цвету они отношения не имеют но тоже покажу потом отдельно уже и забыл как ну вот написано декаль это декаль с наклейками на модель на вашу их шесть типов А, Б, С, А, Б, С, Д, И, Ф шесть их при этом они в яйца кладутся случайным образом в описании товара в магазине будут фотографии всех шести я также их сейчас все покажу все шесть те кто будут брать модели если вам нужна какая-то определенная декаль пишите в комментарии к заказу я положу именно ее потому что в принципе проблем найти нужную нет если не будете какую-то определенную просить то просто будут браться из кучи случайно и вам отдаваться также кроме этих маленьких моделек есть еще вот такая модель это 1 к 35 тоже из той же вселенной машинен Кригер это какие-то mercenary troops армс ну в общем обычный пехота я не знаю что такое потом буду смотреть а кто знает я думаю знает также будет в магазине также на них будет вкратце короткий ролик это конечно уже немножко другой уровень модели и цена уже совсем другая их тут две вот литники с ними ну все остальное ладно уже будет в ролике чисто про эту модель просто показываю чтобы знали что бывает и такое и так с чего начать давайте начну с бумажек их три три модели инструкция по сборке каждый так кто у нас там первый был AFS MK1 вот AFS MK1 он подписан как видите тут я так понимаю два автора я честно говоря ну я их видел сейчас в интернете когда искал но не знаю вроде вот слева сам создатель Ко Йокояма Ко Йокояма и вот три модельки бумажка черно-белая просто собранная первая SAVS сзади ее инструкция и Snake Eye я так понимаю это какой-то разведчик или еще кто-то по вселенной этой фирмы в принципе не так уж мало выпущены моделей выпускаются они где-то с 1982 года ну как с 1982 года история вся началась в 1982 году а модельки конкретно с какого года выпускаются я не знаю так декали уберу пока и сами модельки цвета так четыре цвета розовый такой темно-зеленый зеленый такой просто зеленый хаки песчаный ну и прозрачный в каждом цвете три типа фигурок и в принципе даже что показывать я не очень знаю сами видите такие круговые литники детали и подставка на подставку ставится я так понимаю просто робот и штырек здесь один дырочку чтобы пакет дышал детали в принципе не пахнут да не пахнут вообще ничем прозрачные я так понимаю можно их покрасить если хочется отличное качество литья я через пакетик не вижу никаких негативов вообще все прям суперски все детальки все мелкие выполнены ступни все пронумеровано оказывать их наверное я не буду все потому что смысл от этого никакого я лучше начну собирать собирать я буду розовую почему розовую потому что когда разбирали яйца моя дочка захотела себе робота она роботов у меня тоже любит собирать я буду в принципе наверное самую навороченную модель кто там Snake Snake Eye да вот она Snake Eye посмотрю заодно насколько она крепкая нужно ли ее потом супер клеем склеить надеюсь что клея тут как у гандама не надо будет то есть собрал и все оно двигается ну двигаться я думаю эти не будут хотя может быть руки будут двигаться а может и нет и буду собирать пока я буду собирать я буду немного рассказывать вам в попытках у меня бумажка сверху прикреплена надеюсь что я себе руки не порежу пока буду читать и собирать но в принципе учитывая что я переводил весь текст всего лишь минут десять назад ну не десять двадцать назад то кое-что я помню даже так итак сама история касательно всей этой вселенной началась как научно-фантастическая серия SF3D ее запустили в ежемесячном японском журнале хобби то есть для увлечения просто там посвященный хобби назывался журнал хобби джапан мне кажется что хобби джапан существует до сих пор но честно говоря хобби джапан я слышал так часто что не удивительно что мне кажется что я его слышу плюс в японии все очень живучее и многие вещи живут очень долго так вот тут в подставке есть два штырька сейчас посмотрим яйцо и вы знаете да вот встает так что придется вместе с игрушкой отправлять яйца ничего страшного в этом нету ну знаете можно как подставку использовать выходил журнал точнее выходила эта история про вселенную SF3D в журнале хобби джапан с 1982 по 1985 год то есть это уже 33 года назад минимум так что уже эта вселенная 33 года есть так первое на ноги шмоги так литники детализация отличная ничего лишнего я не вижу детальки все хорошо сделаны мне конечно честно говоря больше прозрачная версия нравится но дочка захотела розовую она еще не знает что я ей сейчас буду робота собирать и она получит такой подарок сегодня потом будет играться наверное робот будет нападать на покемонов или покемона на робота но неважно создатель истории Ко Якояма сотрудничал с Хироши и Чимура он был редактором и Кунитака и Маи как графический дизайнер три творца в данном случае они сотрудничали вместе придумывая это все брали вдохновение в технике вооружении первой и второй мировой войны они очень были вдохновлены той эпохой им нравилось вот это вот грубое железо и все в таком же духе также они вдохновлялись как написано в Википедии космической программой NASA странно что не написали про космическую компанию это программу СССР потому что мне уже казалось что все полвека только США по поводу космоса дрались так это можно соединить сразу давайте увеличу что было интереснее поэтому мне честно говоря немного неловко слышать ну это Википедия наверное опять пока что а правильно вообще ну наверное правильно это кажется странным а наоборот вот мог и по-моему от чего-нибудь также они были вдохновлены фильмом Звездные войны Блэйт Раннер бегущий по лезвию бритвы и The Road Warrior он же безумный Макс в России все знают его как безумного Макса так клея не нужно как я понимаю просто собираешь и все так тело есть что это у нас ноги детальки щиток столько деталей на самом деле я вот новый скальпель взял на Алиэкспрессе хотел у нас купить но не особо спешил у нас магазином стоит 140 рублей на Алиэкспрессе полтора доллара разница не очень большая так одна есть так еще какая-то малютка тут есть так что тут такая смесь дикая парапанк своеобразный стимпанк звездные воины космос вдохновленной компанией ELM я так погуглив понял что это компания которая делала для звездных войн модели кораблей вот всего этого Якояма решил также заняться моделированием а именно построил оригинальные модели из множества деталей таких как доспехи самолеты автомобили хотя если автомобили я без понятия я вот только вот таких роботов видел еще какие-то машины видел но такие не помню в общем в основном он концентрировался на боевых костюмах наподобие того что вот я сейчас собираю позже были добавлены двуногие шаговые танки и самолеты с антигравитационными системами не знаю как это будет на видео конечно слушаться но я думаю всякое интереснее чем если я молча буду собирать модель хотя можно было конечно и промотать поэтому те кому не особо интересно все это промотайте видео ну или выключите его в конце концов тоже повод так иди сюда как бы это покрасивше удобнее в 1986 году Якаяма какие-то у них терки пошли проблемы с журналом хобби джапан касательно прав на эту серию возможно дело в том что стали деньги зарабатываться кстати по русскому по русской информации которую я находил там есть одна хорошая информация а именно что первая компания по выпуску этих китов ну всех вот моделек называлась Нитта она пы-пы-пы-пы-пы так даты здесь конечно нету но она начала делать модели где-то вот 1983-84 год я так думаю хотя может быть прямо с первым выпуском журнала какие-то модельки были выпущены и возможно эта компания Нитта как только пошли проблемы с авторскими правами так все срезал да все как пошли это проблемы с авторскими правами Нитта перестала выпускать модели по опять же дате я не вижу у себя нигде даты когда она закончила выпускать модели поэтому будем считать что наверное это где-то 1986 год в принципе это можно найти в интернете если глянуть модели фирм которые сейчас их выпускают а именно когда Нитта закончила модели выпускать все что она выпускала было перевыпущено фирмами Wave и Хосигава ну Хосигаву я думаю много людей знают так что у нас тут это вниз Хосигава выпускает кучу всего самолеты танки я количество боюсь представить потому что в принципе я видел объем модели Хосигава и это внушает я бы сказал ноги кстати левые и правые умно да заценить видели так вот тут не до конца срезано конечно нормальные моделисты которые будут собирать модели эти будут ну все ноги нет я нашел будет намного аккуратнее чем я я честно скажу это чуть ли не первый раз когда я собираю что-то подобное сложное покемон покемон пикачу тоже моделька он не особо отлично вошел на ступня они левые и правые так может сразу да блин потом наш творец с Yoko Yama в 1986 году в общем они поругались с Хобби Джапан журнал отказался от выпуска серии SF3D у себя а фирма Нита прекратила выпуск моделей это был 1986 год и потом началось ну и то чтобы десятилетия но наверное десятилетия никто не писал конкретно даты количество судов которые прошли между Yoko Yama и Хобби Джапан так это у нас а вот давай с этих в конце 90-х годов автор а это у нас Yoko Yama получил все права на эту серию то есть полные права он защитил себя и суд присудил что он теперь главный босс и конечно Хобби Джапан как все наверное японцы поняв что уже деваться некуда он помирился с Yoko Yama они нашли общий язык и серия будучи своеобразно переосмысленной продолжила свой выпуск у них в журнале однако старое название SF3D сменили на машинный Krieger ZBW 3000 я честно не видел ZBW 3000 вот даже моделька которая сейчас до этого показывала большая сборная везде пишется машинен Krieger по такому немецкому акценту более популярная как MA.K. то есть MAC как сокращение своеобразное мне даже кажется что у меня информация закончится раньше чем я соберу робота и в принципе на все истории можно поставить точку потому что кстати когда последняя была я не вижу последнего даже странно потому что про машин Krieger ничего не написано только про SF3D написано так если они начали опять сотрудничество в 1986 году а что они потом делали а не в конце 90х годов они опять стали дружить а что они выпустили не очень понятно мне ну ладно я думаю кто захочет узнать больше может быть найдет и в комментарии к этому видео укажет ссылки на места где написано побольше а теперь немного о самой истории этой вселенной честно говоря она не такая уж простая но не такая уж сложная наверное для человечества и фантаста восьмидесятых история кажется очень глубокой и сложной так палец палец бы себе не порезать а то тут в крови все утоплю нужны кусачки конечно острые но у меня нет острых кусачек так второй как пишут на википедии множество деталей и нюансов абсолютно неизвестно потому что на английский язык ну там же на английском все по сути ничего не переводилось так левый правый в чем разница а то сейчас наверное так а ох какие они умные слушайте прям гениально обожаю японцев за это просто обожаю штырек широкий и дырка большая а в другой ноге дырка узкая маленькая и штырек узкий просто обожаю японцев вот правда никаких проблем взял и вставил оп нога вот я не понимаю почему вот так сложно такие вещи предусматривать в моделях не знаю все ли так делают но у японцев я это уже не раз замечал оп сразу видно что неправильно и тоже все правильно все правильно так это руки так это щитки а где для колена вот для коленок вот эту маленькую точнее тут много деталей поэтому многих деталей про эту вселенную неизвестно на википедии хотя мне кажется людей которые знают японский язык сейчас очень много дальше японского языка выпуск не уходил начинается все с того что четвертая атомная мировая война в 2807 году уничтожает большую большую часть населения земли и делают планету непригодной для жизни банальный как это банальная история постапокалиптики когда люди заигрались с оружием и убивают сами себя ничего нового тут нету но на этом строится крайне большое количество историй потому что как начать сначала надо уничтожить все спустя 52 года кстати я вот не знаю может известно было в 86 это втором году может нет но как-то мне кажется 52 года довольно мало лет чтобы жизнь после атомной войны возродилась спустя 52 года исследовательская группа из межзвездного союза под названием галактическая федерация отправляется на землю и обнаруживает что естественная среда восстановилась так что по мнению Ко Йокояма хватает 52 года так федерация по сути так понимаю что люди в 2807 году ну либо свалили либо они уже ну вообще-то были расселены по разным планетам иначе бы не выжили бы нормально и в мире правит одна компания или как это государство демократическое что-нибудь наверняка наподобие там как вот звездных войнах была же республика не республика федерация решает заселить планету и отправить колонистов которые в течение 20 лет строят города и поселения однако это привлекает бандитов мошенников и прочий сброд желающих спрятаться на земле от властей а это означает что в космосе довольно много планет которые заселены или слишком много каких-то таких сообразных космических баз уже полчаса запись идет удивительно так в принципе большей частью робот уже собран так еще один малочисленное ополчение колонистов пытается защитить людей так щитки а как же эти щитки а вот они тут я думаю они унифицированы или нет это какая-то губость а а вот они малочисленное ополчение колонистов пытается защитить людей но учитывая что их там немного бандитов много то колонисты нередко проигрывают бои в итоге федерация вот кстати вот это я не понимаю зачем это было сделано ведь федерация была федерацией она могла просто направить туда войска для защиты это первая развилка в этой вселенной смысл которой я просто не понимаю в итоге федерация формирует новое правительство для управления колонистами и землей то есть она создает структуру которые будут управлять колонистами защищать называется она страхов демократик републик или СДР то есть СДР это оригинальное правительство земли которое создали создала федерация для контроля защиты и прочего кстати может сразу же да получается одевать СДР посылает тут конечно маленькую наждачку но наждачки у меня нет чтобы зачистить немножко СДР кстати я так понимаю что СДР она была не на земле она была в космосе оторвана от колонистов в итоге получается что колонисты якобы сами по себе а потом им какого-то шишку отправляют чтобы она контролировала их может поэтому они взбесились СДР посылает три полицейских батальона и три корпуса иностранного легиона на землю для наведения порядка те используя жесткую тактику военное положение а также запрет на передвижение и они я так понял ввели трудовые лагеря вызывает очень большое недовольство колонистов хотя я не понимаю ведь их должны были отправить для защиты колонистов от всяких мошенников а в итоге самих колонистов дрючить начали в ответ колонисты создают Earth Independent Provisional Government земное независимое независимое Временное правительство земное независимое временное правительство и заявляют о независимости от СДР То есть колонисты создают свое правительство со своими людьми с целью, чтобы федерация не портила им жизнь. Это, конечно, банально, похоже на истории из разряда колонисты на Марсе устали от гегемонии Земли. Если сериал, как оно, «Притяжение», не, не «Притяжение», двухсерийный сериал такой про космос, где как раз колонисты в космосе, Марс, Земля, там еще про вирус был какой-то. Примерно такая история. И это земное независимое временное правительство. Так, а независимость от СДР? То есть непонятно, где СДР находится, я вообще не понимаю, где она находится, то ли в космосе, и просто команды скидывает вниз, мол, чуваки, делать и так-то, и так-то. Потому что, если бы она была на Земле, то, мне кажется, проблем бы не было. СДР, вот тут я опять не понимаю, СДР, это вот правительство, которое в федерации сформировано, создает марионеточное правительство. Я, конечно, английский не знаю, как свои пять пальцев, но в Википедии довольно все просто написано было. И я не понимаю, зачем правительство СДР, которое создали для контроля колонистов из земли, создает еще одно правительство. И пытается подавить восстание колонистов. Богатые колонисты нанимают наемников, которые являются потомками Четвертой мировой, ой, Четвертой атомной войны, и формируют независимую армию наемников. Independent Mercenary Army, то есть ИМА, И-М-А. И у меня вопрос, так война же там была сколько-то лет назад, 52 года назад, и что эти потомки, откуда они вылезли? Ведь все же с земли сбежали, по сути. В общем, это, и, кстати, непонятно, армия ИМА, это кто? Это просто армия земного независимого правительства, которое заявило о независимости от СДР. Опять про это вот не написано. Наверняка, конечно, в книге, в истории там побольше про это все написано и понятнее. Что мне так много физически просто непонятно. Зачем правительство делает правительство? Для чего? Опа! Ну вот теперь явно улетело. А, нет, вижу. Ну это было близко, очень близко. В общем, это армия ИМА, которую также часть участников из иностранных легионов СДР перебегает, забирая с собой оружие. Но самое главное, конечно, это люди. Иначе кто будет воевать. В 1882 году начинается битва, война за контроль над планетой Земля. Всего, грубо говоря, сколько там, 60 лет прошло, и все вернулось на круги своя. Так, у нас рука одевается. Как-то интересно. А вот тут дырочка, значит, палочка должна быть. Смотрите, внимательно отрезайте. Вот тут палочка, надо отрезать и не в корне, а вот тут. Пока я еще себе ни разу не порезал руку. Это очень здорово. Я боялся, что смогу порезаться легко и непринужденно. Лезвие еще совсем новое, только вчера я его вставил. Вставлю королку. Прикольно, правда? Ха, крабик. Чук-чук-чук. В 1882 году начинается битва за господство. В следующие 4 года СДР и ИЭМА сражаются друг с другом в разных местах по всему миру, разрабатывая новые технологии. Вот это мне, в принципе, абсолютно понятно, что, по сути, это повстанцы и метрополия. Классическая схема в любом фантастическом фильме о войне, в будущем, там всегда есть повстанцы, которые хотят независимости, которых кто-то подкармливает. В данном случае подкармливают их колонисты богатые, которые хотят, не хотят денег платить в метрополии. Иначе смысла никакого. Вообще всегда во всем виноваты деньги. Богатые платят, бедные воюют. Война вновь набирает силу в июне 2883 года, когда ИЭМА начинает использовать новое оружие Armored Fighting Suit На русский язык я его перевел как защищенный боевой костюм. Потому что, в принципе, как его перевести поумнее, я на первый взгляд не смог придумать. По сути, это вот то, что я собираю. Имеющие боевое оружие с высоким разрушающим эффектом. Как результат, СДР также начинает создание своих АФС. Кстати, АФС, вот, у меня Snake Eye, но АФС, вот они, первые две. АФС МК-1, это я так понимаю. Кстати, я вот не знаю, это ЧА, ИЭМА или СДР технология. Я не вижу здесь сокращений. Не вижу. Вижу упоминание фирмы НИТА. Вот она. Она первую выпускала модели. Вселенная МАК. Вот она, видите, так пишется. МА.К. КОУКОЯМА 2017. Я думаю, это вот... Ну, это он, да, вот он, кстати. А по поводу того, чьё это вооружение, не вижу. И получается, что вот две силы бьются за власть. В принципе, вся история, вот она и есть. В книге наверняка поинтереснее расписана. Так, и всё. Да, вроде всё. Всё, все части отрезаны. В последнем выпуске SF3D, опубликованном в выпуске Хоббит-Джапан за декабрь 1986 года. Колонисты. Их армия, ИРМА, успешно побеждают новый СДР. Тут довольно длинное название. Кёнигс Крёте Анманет Комманд Энд Контрол Меха. В переводе это нечто вроде какой-то базы контроллера над вооружением, компьютерным вирусом, который также создаёт новую систему искусственного интеллекта на Луне. Это Википедия, друзья мои. 42 минуты уже прошло, и в принципе я подхожу к финалу. Собираем робота. Я не уверен, что многие из вас дожили до этого конца. Так. Нет, наверное, лучше... Вот деталек довольно много. И я могу сейчас тупить начать. Так. Спереди и сзади это защитные эти. Так, а это вниз. Чем хороши японские модели? Они идеально собираются. В большинстве своём они просто восхитительно собираются. Я не буду приукрашивать. У меня не так уж много опыта в японских моделях. Но тот опыт, что есть, крайне хорош. Так, видите, опять разного размера. То есть я беру вот эту. Вставляю её сюда. Она не вставляется. Я её разворачиваю, и она вставляется. Видите? Даже инструкция, скажем так, не так, чтобы сильно нужна. Они направляющие делают так, что по-другому ты её не вставишь. И это просто здорово в этом плане. Так. Щитки нижние. Ноги присобачиваются сюда. У ног два отверстия для фиксации. Так. Так. Так что, в принципе, история банальна, как и всё. Основали колонию. Колония потом в результате немного обиделась. Так. А что у нас сзади тут? Сзади вот эти вот. Колония создала своё правительство, свою армию и начала воевать. Вся фишка этих роботов в том, что они, как и, например, трансформеры те же самые, как гандамы. Понятно, что трансформеры пошли от гандамов. Я надеюсь, все это знают. Они очень самобытны, я бы так сказал. Так. Где у нас лицо? Будьте аккуратнее, но жать надо сильнее. Смотрите, какой уже робик. Оп. Стоит нормально. Немного пошатывается, но стоит хорошо. Это потому, что, наверное, я тут немного подошвы недоставлял. И этот вот стимпанк с людьми, такие странные сьюты, крайне интересные. Привлекает людей. Понятно, что это не очень, как это сказать, имеет право на жизнь. Хотя, с другой стороны, гандамы имеют право на жизнь еще меньше. Тут костюмы, мне кажется, более реалистичны, чем в тех же гандамах. Так, остались еще детальки. Это сверху по бокам и руки. Вначале, наверное, руки надо вставить. Опять же, отверстия сделаны так, что ты не ставишь что-то не так. А вот щитки эти вроде универсальные. Модели можно, я думаю, нужно красить. Те, кто не понаслышке знаком с моделизмом, руки двигаются. Шпок, шпок. Без проблем возьмут и покрасят. Клеить не обязательно, как видите, собирается. Но есть места, где нужно аккуратно потом подвести, ой, поправить сам пластик. Так, это у нас что? Одна деталька. Вот, даже тут, смотрите, видите, все шпеньки по-разному сделаны. Ты не можешь ошибиться. Оп. И длинная. Даже длинная закруглена так, что нельзя ее поставить неправильно. Так. Осталась маленькая шпенька. Не знаю, куда ее... Может, вообще ее не надо было отрезать. Это просто был отход. Так. И вот сзади трубы эти. Сюда. О, как входит. И сюда. О! Вот такой он. И теперь сюда, последняя. Мне нравится эта вселенная, когда я вижу этих роботов. Ну, это не роботы, это сьюты. Мне нравится их человечность. Похоже на них еще вотомсы. Я думаю, что, в принципе, 80-е это рассвет гандамов, мехи, макрос, вотомс, механик, крюгер, механик крюгер же, да, называется. А, нет. Машингер, крюгер. Я прошу прощения, что такие вещи забываю. Так. Итак, вот он красавец. А, ну, на подставку ставится. На подставку. А как на подставку? В подставке палка, а тут палки нет. Интригующе. Вот нарисовано, что отверстие в правой ноге, якобы, должно быть. Но его нету. И вот интересно, это японцы облажались? Или просто надо вытащить, наверное, а, надо вытащить подошву. И там, куда вставляется подошва, в это же отверстие вставляется этот шпенек. Поняли, да? Я, наверное, не буду вставлять уже, хотя можно вытащить, показать. Давайте вытащу, покажу. Если вы еще не устали. Нет, не буду портить, выковыривать уже не буду. Пока камера еще не села, снимает. Так, и последний, маленький шпенек. А, он справа под руку вставляется. А я его не вижу, тут отверстие. Какая интрига, да? Он вроде есть, а его и нет. Вот сзади же есть. А, ну сзади, вот он и есть сзади. Вот дыр катает. Так, и как оно тут? Надо было до этого вставить. Вот, лишние пары минут. Оп. Надеюсь, правильно вставил. Нет, она не очень правильно. Вот так вот. Не, не так точно. Ага, сверху длиннее, снизу короче. Вставляем до конца. На место. И щиток. Ну что ж. Машина, Крюгер готов к труду и обороне. Ой, извиняюсь. Руки сильно поднимать ему нельзя. Щиток вываливается. Ноги немного двигаются. Такие вот маленькие модельки для сбора. Крепкий пластик. Можете склеить, можете не клеить. Можете покрасить, можете не красить. С декалями. Легко собирается. Ссылка на товар в нашем магазине Утоку Кукинг внизу в описании. Благодарите Йо... Ой, Йо. Благодарите Ко Йокоябу за мир Машинен Крюгер. Спасибо большое. Сразу прошу прощения у фанатов этой серии, если я в чём-то был неправ. Я новичок. Мало о ней знаю. То, что я о ней узнал, я узнал за 20-30 минут в интернете. Спасибо. До свидания. Всем пока. Удачи. Удачи.